Наука, математический анализ. Книжка называется «Новая стереометрия винных бочек, преимущественно австрийских, как имеющих самую выгодную форму и исключительно удобное употребление для них кубической линейки. С присоединением, дополнением к архимедовой стереометрии сочинение Иоганна Кеплера, математика императора Цезаря Матвея I и его верных чинов Верхней Австрии с цезарской привилегией на 15 лет». Это такое название книжки. На самом деле там потом еще идет предисловие в таком стиле написанное. Ребята, действительно, математический анализ возникал примерно в то время. Кеплер жил с 1571 по 1630 год. Вы знаете, что начало XVII века это возникновение Парижской академии наук, это время, когда жили Паскаль, Ферма, Декарт и многие другие замечательные. Кеплер был чуть-чуть старше. То есть вот он родился в 1571 году. Он по профессии был все-таки скорее астроном. Но, тем не менее, чрезвычайно мощный вклад на математический анализ дала именно вот эта книжка. Очень странно, заметьте, названная. Почему-то «Винные бочки», почему-то «Австрийские», да, преимущественно «Австрийские». Так вот, с этой книжкой у меня лично связано следующее воспоминание. Как я вообще на нее вышел? Замечательная математика Владимир Михайлович Тихонинов написал уже очень много лет назад для школьников книжку, которая называется «Рассказы о максимумах людей». Книга замечательная, подробная, хорошая, действительно посвященная математическому анализу, но, впрочем, считается, что человек уже дифференцировать умеет, чтобы читать эту книжку. Все-таки более-менее школьный курс по этому поводу знать нужно. Так вот, представьте себе, что готовилось переиздание этой книжки для Израиля. Какой там еврит или какой у них там язык, да? Вот, неважно. Неважно, какой у них язык. Важно, что ее с русского языка переводили. И переводчицей оказалась женщина, которая на всю жизнь дала мне в рог того, что такое профессионализм предавательской работы. Смотрите, в этом своем Израиле. она взяла пустую книжку и идет, идет, читает, читает, и вдруг видит, там, как сказано в статье журнала «Квант», вот такой-то, номер такой-то, там, автор, балк, неважно, там, то-то, то-то, то-то. Ребята, как обычно переводят такого типа вещи? Да очень просто. Человек просто переводит, как сказано, вот, как это будет там, да, по-израильски, вот, там, напишет правильными буквами фамилию, и все. В лучшем случае проверят, а действительно в журнале есть такая статья. Так вот, она не только проверила, что в журнале есть такая статья, она ее открыла и стала читать. Вообще, представляете, что такое, да? И написала Тихомирову письмо, что я читала эту статью, и то-то, то-то, то-то не поняла. Представляете, да? И дальше Владимир Михайлович, вместо того, чтобы ответить ей, ну, какая разница, господи, одна строчка, что вам жалко, ссылку перевести, или просто вычеркнуть ее здесь. Вот, нет, он попросил меня в этом разобраться. И получилась совершенно замечательная история. Ну, во-первых, та статья в кванте оказалась просто с ошибкой. Ну, это бывает, и, что называется, она молодец, что не поняла, просто она дочитала до этой самой ошибки, и, что называется, ее увидела, но и увидела. Вот, но дальше оказалось интереснее. Не только статья в кванте была с ошибкой, а выяснилось все, что по поводу книжки Кеплера написано в всевозможных... А дело в том, что книжка, повторяюсь, у нее начался математический анализ, поэтому во всевозможных исторических обзорах того, как возникнет математический анализ, она разумеется, понятно. Так вот, повторяю, историки математики, причем самые-самые-самые, так сказать, временитые, всегда попадались в одну и ту же ловушку. Дело в том, что Кеплер был человек веселый. И он и после смерти, что называется, над нами смеется. А именно, смотрите, что сделал Кеплер. Кеплер женился. Что не доказано, правда? Первая жена умерла, женился второй раз. Что тоже не доказано. В ноябре прошлого года ко мне на дом было принесено и поставлено несколько бочек вина, а через четыре дня пришел продавец с мерной лименькой. То есть на свадьбе. Он закупил много бочек вина. Так, бочка. Давайте я сразу объясню, что такое бочка. Современный человек обычно думает, что бочка это вот такая жутка. На самом деле, конечно, ничего подобного. Потому что такие бочки удобно перевозить, если у вас есть какие-нибудь такие механические средства, которые, да, вы умеете. Нет, ничего подобного. В то время бочки выглядели совершенно по-другому. Бочка это было вот примерно так. И такой бочке была здесь вот в центре дырочка, куда собственно подсоединялся потом кран, из которого все это дело наливал. Так вот, и пришел продавец с линейкой и стал через вот эту самую дырочку измерять самое большое, тыкать продавец говорил, какой объем бочки. Тепл, как математика, пришел в абсолютное изумление. Почему? А потому что, ребята, извините, как можно, повторяю, по одному измерению найти объем пространственного тела. Ну вот, скажите, если у вас есть параллелепит, что нужно для нашей на высоту, правильно? Если у вас такое сложное тело, что нужно делать? Ну, как-то там его обмеряют, правильно, да? К тому же, заметьте, здесь же у нас могут быть какие-то выпуклости, вообще все сложно. А по одному измерению продавец умудрялся найти объем. Кеплер задумался и на основании вот этого одного факта поверьте, эти измерения объема разумеет делались и до Кеплера много-много раз, да? Он сумел понять замечательное совершенно явление, которое едино не только для этих самых фильмных бочек, которые вообще являются одним из важнейших законов природы. Он его сформулировал в этой самой своей книжке, да? Но, почему я говорю, что у всех историков математики неправильное представление? Кеплер сделал так. Он занялся этим вопросом, решал, 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 и написал об этом книжку. Написал в ней предисловие. Все замечательно. Привет! Кеплер был человек ранее небогатый. Достаточно сказать, что ему зарплату астронома всю жизнь начисляли, но так ни разу в жизни и не выплатили. Это замечательная совершенно история, что он все время числился предможем астрономом, но все время у них там были какие-нибудь кризисы и так далее. откладывали, откладывали, откладывали. И уже через много-много лет в какой-то момент его выгнали вместе со всей его семьей из города и выяснилось, что у него там незаплаченного жалования за жизнь, ну, зарплаты за жизнь накопились. Вот. И он стал ездить периодически, просить, чтобы ему ее все-таки заплатили. Вот. И на эти жадности он и попался. Потому что он поехал один раз, ему ничего не заплатили, он поехал второй раз, подородник простудился и умер. Вот. Это на всю жизнь мораль для всех ученых. Не будьте жадными. Не пытайтесь получить зарплату. Занятия наукой, они сами по себе являются великой наградой. Вот. Попытаетесь получать зарплату, будет с вами то же самое, что с Киприном. Да? Вот. Это такая простая мысль. Ну ладно, сейчас я не о том. А я сейчас о том, что, повторяю, был человек бедный, написал свою книжку и дальше выяснилось, что для издания у него просто нет денег. Замечательно. И долгое время, много месяцев, книжка лежала и ждала, когда же найдется тот самый богатый человек, который выделит денег на ее печатание. И такой человек нашелся. Но к этому моменту Кеплер перечитал свой текст и нашел бумажину. Ну, естественно, так бывает у многих авторов, что через какое-то время, даже пока еще книжка не вышла, а человек находит в ней ошибку. нормальные авторы что делают? Переписывают книжку с учетом этой, ну, исправляют ошибку, а тем как сделать так? Он не стал менять ничего в своей книге и предисловие оставил букву и книжку оставил, а просто добавил новое предисловие, в котором написал правду, что обнаружил ошибку. И в примере столько же по объему сколько была книжка написал исправление ошибки со всеми комментариями. То есть книжка у него как чемодан с двойным дном. Понимаете, да? Берешь книжку, а что делает нормальный историк математики? Или нормальный студент или аспирант, который хочет узнать, о чем написал Кепля? Понятно, что он открывает книжку, берет, читает предисловие, просматривает несколько первых страниц, ну да, все понятно, откладывает. Это такой подлость, что у него в середине книги написано второе предисловие, и что вторая половина книжки полностью опровергает первую, ну, в общем, мало куда догадываться. Тем менее, это так. Кепля написал книжку не об австрийских бочках. Причем, заметьте, он еще на обложке шуточку свою продолжил. Он мог бы написать о бочках австрийских и рейских. Тогда бы люди смотрели, что он называется, где австрийский и где рейский. Первая часть об австрийских, вторая часть о рейских. Так нет же, он написал шутник преимущественно австрийских. Это в том смысле, что он первая половина книжки об австрийских. А потом объясняет, в чем там ошибка, и вторая половина. Так вот, действительно, был такой замечательный ученый. Кстати, у него совершенно роскошный текст, роскошный текст эпитафии. Неизвестно, где его могила и написано ли на самом деле на этой могиле то, что я вам сейчас прочитаю. Но, ребята, текст просто замечательный, просто как стихи. Послушайте, я небеса измерял, но это в том смысле, что он был астроном. Ныне тени земли измеряем, дух на небе мой жил, здесь же тень тела лежит. Ну, тень тела, это, конечно, немножко мягчновато, но, тем не менее, ничего не поделаешь. А теперь рассказываю, до чего же догадался Кеплер. Почему одного измерения достаточно для того, чтобы узнать объем лучи. Я сначала объясню это совсем на поэтическом языке, а потом объясню это на математическом. на языке поэтическом это выглядит так. Вот смотрите, если у вас есть продолжительные дня, измеряем естественно в часах, да, вот, а здесь месяцы, скажите, пожалуйста, примерно сколько часов длится день в январе? Вот так? Ну, я думаю, поменьше даже, часов шесть. Кстати, у меня здесь есть таблица, где даже написано в широте Москвы шесть часов и несколько минут на минимуме длится день. Итак, шесть часов длится день в январе, ну, там, в конце декабря-январе. Замечательно. Скажите, пожалуйста, сколько в июне длится день? 12. Ну, 24 минус 6 примерно 18. Замечательно. Как выглядит график продолжительности дня в зависимости от месяца? Примерно так, правда? Замечательно. А теперь, ребята, скажите мне, пожалуйста, вот то время, когда происходит переход от небольшой продолжительности дня большую. Как называется? Вот было плохо-плохо-плохо, стало хорошо. Как это называется? Есть такое время года? Весна. Совершенно верно. А было хорошо-хорошо-хорошо, стало плохо. Осень. Замечательно. Вот. А теперь внимание, обратите внимание, обратите внимание. если мы возьмем и посмотрим, за какое время происходит изменение на один час весной. Это происходит буквально за небольшой кусочек времени. А теперь давайте посмотрим, сколько месяцев нужно на то, чтобы зимой продолжительность изменилась на час. Чудовищное время, это огромное чудовищное время. Смысл такой. Вот здесь вот у нас угол наклона графика к горизонтальной оси, он довольно-таки большой. А здесь график идет почти горизонтально. Поэтому смотрите, вот сейчас у нас зима. Сегодня, когда у нас занятие, у нас зима. И мы находимся очень скоро 22 декабря. Сегодня 13, правда? Вот. и вы понимаете, что и сегодня день короткий, ночь длинная, и завтра, и так уже очень давно, очень-очень долго. Длинная-длинная зима. Потом быстро весной все меняется, буквально до дня к дню у вас видны перемены. День все длиннее и длиннее. потом лето будет долгое, когда будет все время примерно одна и та же продолжительность. Так вот, ребята, это относится не только к времени. Это абсолютно принципиальная черта любого более-менее нормального графика. Вот вам любой график. Посмотрите, пожалуйста, около точки максимума у вас график выглядит вот так или так. Согласны? Это называется теорема Ферма. Производная равна ню в точке где максимума или ню. Пьер Ферма с 1601 по 1665 год жил замечательно по профессии юрист, а по жизненному призванию, потому что он сделал что-то реальное в жизни. Это, конечно, великие замечательные тематики. В первую очередь в массу теории чисел, но и вот математического анализа он тоже в создании математического анализа поучаствовал. Вот, посмотрите, именно эту мысль Кепля помнила. Почему удается обойтись одним измерением? Потому что бочки делают непроизвольной формы, а зная, знаете, забавная вещь, зная о том, что измерять будут ленинги, люди стараются, чтобы вина в эту бочку попала побольше. Поэтому делают бочку такую форму, чтобы ее объем при этом постоянно, при этой величине, чтобы этот объем был бы наибольшим возможным. Поняли идея? Вы идете к продавцу вина со своей бочкой. Вы стараетесь, чтобы при этой процедуре у вас в бочку влезло бы как можно больше. Согласны? Поэтому вы берете не просто бочку, а вы делаете бочку наиболее оптимальной форме. А бочка оптимальной формы это значит вблизи максимума функции. А вблизи максимума маленькие изменения ни на что не влияют. Поняли идея? Вблизи максимума небольшие изменения формы ни на что не влияют. Надо быть абсолютным гением, чтобы такую мысль понять на примере винной бочки. Теперь давайте от общих слов перейдем к конкретной математике, потому что наверное это уже пора.